Привет всем зрителям канала Техноарена! В этом видео я расскажу вам о лучших планшетах, имеющие экраны с диагональю 10 и более дюймов, на которых будет удобно читать, смотреть видео, играть и работать с различными приложениями. В данный рейтинг я включил 10 моделей планшетов с разными возможностями и из разных ценовых сегментов, среди которых вы точно сможете подобрать для себя подходящую модель. Ну а если захотите узнать стоимость этих планшетов, то сможете сделать это на специализированных ресурсах, ссылки на которые указаны в описании. Итак, не будем тратить время понапрасну, подписывайтесь, если еще не подписаны на Техноарену, не забывайте о лайках, комментариях и жать на колокольчик, а я расскажу вам о лучших планшетах с большими экранами, поехали! Начну я с DIGMA OPTIMA 1027N, это бюджетный планшет с экраном диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1024 на 600 пикселей. Углы обзора и цветопередача у него вполне стандартные для экрана бюджетного устройства, и в целом одному человеку смотреть фильмы на таком планшете будет комфортно. Что касается начинки, то в планшете установлен четырехъядерный процессор Spreadtrum SC7731E и 1 гигабайт оперативной памяти. Очень скромное железо по современным меркам, но планшет неплохо ведет себя при воспроизведении видео, работе с браузером, при открытии одной вкладки и простыми играми. Достигается это благодаря чистой операционной системе Android 10 Go, разработанной специально для устройств со слабым железом. Что касается встроенной памяти планшета, то ее немного, всего 16 гигабайт, но при необходимости в него можно будет установить карту памяти объемом до 128 гигабайт. Также у планшета есть лоток для сим-карты, однако стоит учесть, что он поддерживает только связь 3G, поэтому быстрый интернет будет доступен только по Wi-Fi. Ну а что касается автономности, то установленный в планшет батареи на 4000 мАч хватит на 5-6 часов непрерывного пользования, что является неплохим показателем. Продолжает наш топ Lenovo Tab M10 HD TBX306X. Он тоже оснащен экраном с диагональю 10,1 дюйма, но разрешение у него уже 1280 на 800 пикселей, так что изображение будет более четким. Рамки вокруг экрана у этого планшета довольно узкие, весит он немного. Корпус у него тонкий и держать в руках его очень удобно. А еще экран планшета может минимизировать уровень вредного синего излучения и уменьшить нагрузку на глаза. Также стоит отметить наличие стереодинамиков и поддержку технологии Dolby Atmos, которая позволит улучшить качество звучания при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Что касается производительности этого планшета, то за нее отвечает процессор Mediatek Helio P22T, работающий в связке с 2 или 4 гигабайтами оперативной памяти. Рекордов в различных тестах планшет не ставит, но если его не перегружать одновременной работой нескольких приложений и запуском требовательных игр, то работает он довольно шустро и с повседневными задачами справляется без подтормаживаний. Ну а что касается автономности, установленной в планшет батареей емкостью 5000 мАч хватает примерно на 8 часов просмотра видео и веб-серфинга. Еще один представитель компании Lenovo в нашем топе – планшет Tab K10 TBX6C6F. Он имеет IPS-экран диагональю 10,3 дюйма с высоким разрешением 1920 на 1200 пикселей, на котором будет удобно читать большие тексты, пользоваться приложениями, играть и смотреть видео. В последнем случае комфорта также добавят стереодинамики, обеспечивающие объемный, громкий и чистый звук. За производительность этого планшета отвечает уже упомянутый ранее Mediatek Helio P22T, который трудится в связке с 3 гигабайтами оперативной памяти. Они обеспечивают быструю работу устройства в повседневных сценариях использования. Что касается встроенной памяти, то и ее 32 гигабайта, но если этого окажется мало, то в планшет можно будет установить карту памяти объемом вплоть до 128 гигабайт. А вот возможности установить сим-карту у Tab K10 в версии TBX6C6F, к сожалению, нет. Поэтому доступ в интернет будет доступен только по Wi-Fi, зато в плане автономности он не разочарует. Благодаря аккумулятору, емкость которого составляет 7500 мАч, на таком планшете можно будет серфить в интернете и смотреть видео до 15 часов без подзарядки. Следующий герой нашего топа – Huawei MatePad T10s. Он имеет IPS-экран с диагональю 10,1 дюйма, хорошей цветопередачей и высоким разрешением 1200 на 1920 пикселей. Экран поддерживает режим чтения, а также режим снижения нагрузки на глаза, чтобы пользователям было комфортно подолгу смотреть различный контент. Также планшет может похвастаться стереодинамиками, создающими объемный звук при просмотре фильмов и сериалов. А благодаря процессору Kirin 710A и хорошо оптимизированной оболочки, планшет не тормозит и позволяет комфортно пользоваться многими приложениями и запускать нетребовательные игры. С автономностью у него тоже все хорошо, батареи емкостью 5100 мАч хватает надолго. Также стоит отметить, что у Huawei MatePad T10s функция разделения экрана для одновременной работы в двух окнах и детский режим, с помощью которого можно будет создать уникальное пространство для обучения и развлечения детей, ограничить доступ к нежелаемому контенту, указать время работы и многое другое. А вот чего в этом планшете нет, так это сервисов Google. Но если вы ими не пользуетесь, то для вас это не будет являться недостатком. Далее в нашем топе идет планшет Samsung Galaxy Tab A7 SM-T505. В нем используется TFT-дисплей с диагональю 10,4 дюйма и высоким разрешением 1200 на 2000 пикселей, который обеспечивает четкое изображение с хорошей передачей цветов. Смотреть различный контент на таком экране комфортно даже длительное время, а благодаря наличию четырех стереодинамиков, обеспечивающих качественный объемный звук, такой планшет отлично подойдет для просмотра фильмов и сериалов. По части производительности Galaxy Tab A7 не может похвастаться выдающими характеристиками. Однако установленного в нем процессора Snapdragon 662 вполне хватает для того, чтобы интерфейс браузер и видеоплеер не тормозили, и можно было комфортно играть в нетребовательные игры. А что касается автономности, установленный в планшет аккумулятор емкостью 7040 мАч обеспечит примерно 10 часов непрерывного веб-серфинга и просмотра видео, а поддержка 15-ваттной зарядки позволит быстрее восполнить заряд аккумулятора. Из других особенностей Samsung Galaxy Tab A7 стоит отметить ночной режим для снижения нагрузки на зрение, возможность разблокировки по лицу, а также детский режим, который предоставит ребенку только проверенный контент. Так что такой планшет можно будет смело давать детям. Ну а узнать его стоимость, а также стоимость других планшетов, которые попали в этот топ, как я уже говорил, вы сможете на специализированных сайтах, ссылки на которые найдете в описании. Среди 11-дюймовых планшетов я бы отметил Lenovo Tab P11 TBJ606L. Его дисплей окружен тонкими рамками и имеет IPS-матрицу с высоким разрешением и хорошей цветопередачей, а запаса яркости ему хватает, чтобы планшетам было комфортно пользоваться на улице днем. Также стоит отметить, что у Lenovo Tab P11 есть четыре динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos, которые обеспечивают громкий и объемный звук. Рекордов производительности этот планшет не ставит, но в целом работает быстро. На нем будет комфортно играть в простые аркадные игрушки, смотреть видео и пользоваться браузером. А благодаря батарее емкостью 7700 мАч он сможет обходиться без подзарядки до 15 часов при непрерывном просмотре видео и веб-страниц. Кстати, заряжается планшет быстро, благодаря поддержке 20-ваттной зарядки. Из других достоинств Lenovo Tab P11 стоит отметить неплохие камеры для съемки днем и видеосвязи, наличие детского режима, а также поддержку стилуса и клавиатуры, благодаря которым на планшете будет удобнее рисовать и работать. Следующий герой нашего топа Xiaomi Pad 5. Он тоже имеет 11-дюймовый дисплей с высоким разрешением и хорошей цветопередачей, а также примечательной частотой обновления 120 Гц, обеспечивающей плавное отображение просматриваемого контента. Кроме того, дисплей обеспечивает эффективную защиту зрения при долгом пользовании планшетом. Из других достоинств Xiaomi Pad 5 стоит отметить стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos для создания объемного звука и высокую производительность благодаря мощному процессору Snapdragon 860 и 6 гигабайтам оперативной памяти. Планшет работает быстро, приложения на нем не вылетают, а во многие современные игры на нем будет комфортно рубиться на высоких настройках. В плане автономности он тоже не разочарует. Установленная в нем батарея на 8720 мАч позволит смотреть видео на протяжении 16 часов без подзарядки. Из других особенностей Xiaomi Pad 5 стоит отметить поддержку стилуса для рисования и создания заметок, а также неплохую камеру на 13 мегапикселей, которая сможет не только сделать хороший снимок, но и записывать видео в 4К разрешении. Продолжает наш топ Samsung Galaxy Tab S7 FE. Он может похвастаться большим экраном с диагональю 12,4 дюйма и высоким разрешением, на котором будет удобно работать с различными приложениями, играть и смотреть видео. Особенно последнее, так как помимо отличного экрана планшет может похвастаться еще и динамиками, которые обеспечивают объемный звук. Из других особенностей Galaxy Tab S7 FE стоит отметить высокую производительность. Он не тормозит в режиме многозадачности и легко справляется с требовательными играми и приложениями. А его батарея емкостью аж на 10 090 мАч обеспечит ему до 13 часов непрерывного вебсерфинга и просмотра видео. Также стоит отметить, что планшет полностью заряжается за полтора часа. Имеет неплохие камеры, обеспечивает быструю синхронизацию с другими устройствами Samsung, а также поддерживает стилус S-Pen и подключение клавиатуры. Далее в нашем топе идет Huawei MatePad Pro, который оснащен дисплеем с диагональю 12,6 дюйма, узкими рамками и матрицей OLED, которые обеспечивают отличную цветопередачу, а также яркое и высокодетализированное изображение. Кроме того, он может похвастаться системой из 8 динамиков, обеспечивающей кромкий и объемный звук, а также мощным процессором Kirin 9000i, который обеспечивает быструю работу планшета в любых сценариях использования. А еще в Huawei MatePad Pro установлен аккумулятор емкостью 10 050 мАч, обеспечивающий ему долгое время автономной работы. Помимо этого, планшет может похвастаться поддержкой быстрой и беспроводной зарядок, возможностью подключения клавиатуры и стилуса, а также хорошими камерами, позволяющими делать качественные снимки. В общем, такой планшет станет отличным решением для учебы, работы и развлечений. Однако стоит учесть, что в нем используется Huawei-овская операционная система Harmony OS. Она имеет удобный и понятный интерфейс, кучу полезных опций, однако лишена сервисов Google. Впрочем, в ней есть куча альтернативных приложений и у Huawei есть свой магазин, в котором можно будет скачать различные мессенджеры, навигатор, игры и многое другое. Завершает наш топ iPad Pro от Apple в версии 2021 года с 11-дюймовым экраном, который может похвастаться отличной цветопередачей, высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц. Также этот планшет примечателен высокопроизводительным процессором M1, который легко справляется с любыми тяжелыми приложениями, в том числе с фото- и видеоредакторами, а также современными играми. Учитывая еще и то, что iPad Pro поддерживает работу со стилусом и клавиатурой, из этого планшета получится отличный помощник для творчества и решения рабочих задач, а благодаря отличным динамикам и экрану он идеально подойдет для прослушивания музыки и просмотра фильма. Среди других достоинств iPad Pro стоит отметить поддержку Wi-Fi 6, хорошие камеры для фото- и видеосвязи, быструю зарядку и батарею большой емкости, которая позволит долгое время обходиться без подзарядки. В общем, это отличный планшет с большим экраном, который подойдет для любой деятельности и сможет удовлетворить запросы многих покупателей. На этом у меня все, ставьте лайк, если вам понравилось видео, не забывайте подписываться и жать на колокольчик. Также пишите в комментариях, какой планшет вы бы купили себе. Напомню, что их стоимость можно будет узнать, перейдя по ссылкам в описании. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Техноарена. Субтитры сделал DimaTorzok